Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире авторская программа «Диалог цивилизаций». И сегодня у нас в гостях удивительный гость. Это писатель, поэт, фильммейкер, продюсер Любовь Балагова. Здравствуйте! Люба, вы сейчас вышли с нами на связь из Лондона. И тумальный Альбион, всегда он, вы знаете, восприятие россиян был покрыт таким флером таинственности. Мы сегодня будем говорить о духовной идентичности, как такой глубинной теме. Первый вопрос. Насколько уютно и комфортно себя чувствуете в Лондоне? Все-таки существует некая, знаете, такая историческая конфронтация между англосаксами, англосаксонским миром и Россией. Не всегда наши ровно развивались отношения, в том числе и сейчас. Как вам сейчас ощущения у себя в Лондоне? Я создала свой мир. У нас большая, большой комьюнити, если можно так сказать, сообщество большое русскоязычное. Мы все дети из СССР, так себя называем. И у нас, наверное, есть, если можно так сказать, свое государство в государстве. Оно очень спонтанно сложилось. И второй момент, это то, что в какое-то время я переехала из Лондона в наш дом в Виндзор. Это недалеко находится от Лондона. И мы находимся недалеко от Грейт Виндзор Парк. Извергая пьеса Шекспира «Виндзорские насмешницы». Это, наверное, оттуда. Это все как раз о нас и здесь. И это помогло мне здесь природа великолепная. И для моего творчества я как раз из тех людей, которые не позволяют вмешаться извне к каким-то агрессивным, что ли, нападкам. И вообще, когда мне стало некомфортно, когда меня из зоны своего покоя начали выдворять какие-то внешние силы, то тогда я создала проект, и я стала больше, меня стало больше. Вот расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Это очень интересно. Вы имеете в виду Международный Сочинский фестиваль. То есть это была... Изначально ваша инициатива, это не было таким государственным заказом? Не было государственным заказом. Это была моя личная инициатива. И довольно сложно это было воспринято. Оно не было воспринято на ура ни с той, ни с этой стороны. Потому что... Как это? У кинофестиваля два дома. И Россия, и Великобритания. И каждый раз, когда я встречалась с той или иной стороной, ища партнеров, то всегда возникал вопрос. Как это? А где дом-то? Основной дом где? Я говорю, основной дом это Международный кинофестиваль, по-российско-британски. И вообще, есть же пространство, есть место, которое ты создаешь. Ты создаешь свою планету. И в этой планете, соответственно, близкие по духу люди. Ну, будем считать, что это была планета гармонии. Вот, мне кажется, что вас подтолкнуло создание этого фестиваля, ваша личная судьба и биография. То, что вы все-таки замужем за известным режиссером, известнейшим Охи Кондуром. И поскольку у него британский паспорт, наверное, это вас вот сподвигло к созданию такого бренда мультикультурного. Ну, может быть. Но если правильно рассуждать на эту тему, кто знает, что правильно, что неправильно на самом деле, но то, что в кино меня сподвигло, это действительно он. Это Мохи Кондур, который свою историю творческую начал в США, и он вообще вырос в США. Он вырос в США, и, конечно, он снимал фильмы в Голливуде, такие арт-филы, интересные делал, сериалы, документальные фильмы и так далее. И я встретилась с ним впервые как журналист МГУ имени Ломоносова для того, чтобы взять у него интервью. Мне было очень интересно, что у него кавказские корни. А в советские времена еще, когда граница была закрыта, показали фильм в СССРовское еще время, один из его фильмов. Муахи Кондур. Холодный ветер дует о сибирских сценариях, музыка, все его было о сибирских тиграх. И мне было очень интересно с ним встретиться. Я нашла возможность, встретилась, сделала о нем большой материал. И у нас сложилась история. И меня он воспринимал как поэта, коим я являюсь. Его я воспринимала прежде всего как кинорежиссера, потому что все его крупные романы, он бестселлер. Вы знаете, Люба, я слушаю историю, это love story. Фактически это даже повод для сюжета фильма такого полнометражного в нашей жизни истории. То есть все-таки то, что у вас были кавказские корни, это, наверное, повлияло на его личный выбор. Как вы думаете, вот эта магия, вот эти флюиды, вот эта искра, которая в отношениях возникает. Наверное, потому что вы все-таки тоже несете энергетику кавказа в себе. Я думаю, что что-то, наверное, есть. Его предки эмигрировали в 1900 году в Атаманскую империю, и он в седьмом поколении эмигрант. Надо здесь понять, это очень важно. Его бэкграунд и мой бэкграунд, вот вам соединение цивилизации, духовное соединение, да. Семья моего Мур обладала самой крупной конюшней на Черном Кавказе. Это в архивах СССР еще в 70-х годах, в начале 80-х, вот в конце 70-х, в начале 80-х он приезжал в Россию для того, чтобы отыскать, где находится теперь эта конюшня. Его пропредок продал эту конюшню графу Строганову. И сейчас эта конюшня еще существует, но называется Террский конезавод. Конезавод почему-то называется, ну неважно. И я думаю, что... Да, его первая жена была американка, мисс Нью-Йорка. То есть, это очень забавно, что потом он меня выбрал. Нет, я думаю, что это как раз и фономерно. Кстати, в этом проведении и, как бы сказать, его творческая натура проявилась, потому что здесь все критерии женского обаяния сыграли свою роль. Не только внешняя красота, но все-таки внутренний мир. И поскольку Мухикандур сам, насколько я составил впечатление от общения с ним, он очень глубокий человек. Он просто увидел вас в глубину, подобное притягивается к подобному. Есть и мистика тоже, есть метафизические какие-то вещи, в которые я очень верю. Он рассказывал о том, что когда-то он проезжал, вот был такой президент Коков, очень известный в Кабаринобалкарской республике. Он такой был открытый, очень любил свой народ. У него очень хорошее имя в Кабаринобалкарии. И при нем же Мухе получил паспорт российский. То есть он его принял, и слава, и царство. Но при этом он же не является кабардинцем, он же черкес, да? Вообще все кабардинцы, и адыгейцы, все черкесы, это нужно понимать. Это такое внешнее название, а само название всех адыгей. И вот когда-то пригласил этот президент Коков, Мухим, и они проезжали мимо Каменомостского. Это потрясающе абсолютно село, оно опоясано горами, там голубые озера нетронутые. Это на самом деле сказочное, мифологическое место. Там я и родилась. А Мухик как раз проезжал мимо этого местечка, и президент Коков тогда ему сказал, «Это место, оно практически святое, место здесь люди необыкновенные, они все очень творческие, это старинный, такой дух адыгский здесь». И вот это потом все вспомнилось. То есть с этим духом каким-то я, в общем-то, сколько лет уже живу за границей. Я очень рано уехала из Кабаринобалкарии, поступила в МГУ на Журфак, и дальше уже никогда не возвращалась, кроме того, как навещала. А потом уехала на Ближний Восток, где 7 лет прожила, а дальше уже в Европу, и вот уже более 20 лет в Британии. И, конечно, это духовная какая-то связь. И самое удивительное, да, где мы впервые встретились, мы встретились в Москве. Раньше, может, и сейчас проводят такие мероприятия, я была студенткой еще МГУ, когда поэты-писатели Кабаринобалкарской республики встречались с писателями московскими. Это то ли Дни культуры Кабаринобалкарии называлось, вот какая-то такая тусовка была. Ну, какой творческий обмен, чтобы показывать друг друга, да. Да, и я там как молодой, талантливый, молодой, подающий большие надежды поэт оказалась. И вот первый раз, когда я, когда мы глянули друг на друга, произошла, я думаю, какая-то химия. Это очень странно и удивительно. Вот в этой свете у меня вопрос к вам, Люба, потому что наша тема сегодняшнего обсуждения – это духовная идентичность, да. Вот есть действительно какие-то покрытия, я с вами абсолютно согласен, там, считаешь ли ты себя британцем, считаешь ли ты себя, там, скажем, русским, неважно. Весь набор сразу, там, после пяти минут, как мы появляемся на свет, нам сразу записывают паспорт. Уже какая-то судьба, прям какой-то такой канон предписанный, что ты вот британец, что ты какой-то гражданин и так далее. Но не это важно. Есть какая-то, все же таки, в нас духовная составляющая, которая неизбывная такая, зовущая куда-то вдаль. Вот, например, согласно ведическому древнему канону, очень благоприятно, что мы сегодня это обсуждаем. Сегодня день Икадыша, это очень благоприятный день, считается, что это проявление Бога на Земле, потому что существуют космические ритмы, 11 день после полнолуния и новолуния. Это очень благоприятные дни для как раз открытия себе духовной идентичности. И вот древние ведические писания говорят о том, что когда мужчина и женщина встречаются, если они заключают брак и такой сакральный союз, они могут потом 7 жизней последующих вместе воплощаться на разных планетах, куда-то бы они не отправились. То есть они вместе могут, то есть их альянс может просуществовать не только одну эту жизнь, но также и последующей жизни. Вот в вашем случае, вам как, вы согласились бы на то, что вот вы бы продолжили ваши отношения к своему будущему духу? Я думаю, что абсолютно, я верю, что вообще мы друг друга знали из прошлых жизней. Я верю в духовность, в реинкарнацию. И для меня это неоспоримо, иначе бы жизнь терял смысл. Я думаю, что мы возвращаемся на Землю до тех пор, пока наши души не становятся абсолютными, пока мы не реализовываем абсолют внутри себя. И для меня очень важно, что на каком-то этапе мы встретились с Моей, хотя есть некоторая разница в возрасте, но мы эту разницу никогда не ощущали. Во-первых, потому что это было очень логично. На Кавказе когда-то в древние времена мужчины не женились, пока им не исполнялось 40 лет. А если вы вспомните царицу Марию, хрещеную Марию Кучинай-Темирюковну и Дарову, которая стала супругой Ивана Гродного, вот вам опять же связь цивилизации, пересечения, то ей тогда не было еще 15 лет. Действительно, на Кавказе в те времена... Вообще, когда говоришь «Кавказ», это очень абстрактно, здесь надо очень осторожно говорить. Давайте говорить о черкесах отдельно, и чтобы никого не обижать и не создать образ неучи на самом деле. Здесь очень... А вот скажите, пожалуйста, вы черкесский язык до сих пор помните или уже утерялись в корне свои? Конечно, помню. Нельзя утерять. Как будет на вашем кабардинском языке «Я тебя люблю»? Как это звучит, например? Интересно вас даже. Сауфоузусяу. Сауфоузусяу. И удивительно, что это как на языке майя они тоже говорили «Я тебя хорошо вижу». И на адыгском языке тоже «Я тебя хорошо вижу». И действительно, если ты душой не видишь человека, ты его не выбираешь. Это на самом деле любовь, она... Это твое другое следующее видение, наиболее глубокое, да, где ты видишь человека и выбираешь его. то это совершенно справедливо. Это действительно какая-то зоркость. То есть я тебя хорошо вижу, наверное, здесь имеется в виду, вижу тебя сердцем своим даже, не глазами, а сердцем. Да, вот я вижу тебя душой. Мы все соединены в единой душе. И ты видишь. Надо просто действительно увидеть. Вот, Люба, я вам хотел задать очень проблемный вопрос такой. Болевой, но он актуальный. Вот как вы думаете, британцы, они все-таки, ну, кто-то может сказать, амбициозные, чванливые, саркастичные, вот. Но все-таки продуктивные во многом. Не будем скрывать, Лондон, это мировой офис, наверное, мировой торговли и так далее, и мировой политики в том числе. Вот как вы думаете, чему британцы могли бы поучиться у русских? То есть вот все-таки, что бы им не хватало, если взять от российской цивилизации, если это диалог? И чему русские, в свою очередь, россияне могли бы поучиться у британцев? Сложный вопрос. Действительно, я находила всегда очень много общего между этими двумя великолепными цивилизациями, я должна сказать. Русские, наверное, да? Вы говорили об идентичности. Конечно, я себя в духовном плане ощущаю и русским человеком, да? Вот. Чего не хватает в общении? Вот той какой-то глубины души и прощения. Мы умеем прощать, мы умеем двигаться дальше. И у британцев, чего можно научиться у британцев, это, наверное, отношение к человеку. Ценен человек. Человек, прежде всего, и уважение к человеку, к его жизни, умение признать свои какие-то ошибки, да? Вот мне это очень ценно для британцев. То есть это понимание свободы внутреннего мира человека, что это уникальность сама по себе. Поэтому британцы, наверное, вот как раз в 13 веке приняли вот этот знаменитый пиль, когда они даже членов королевских фамилий, особ, приравняли к обычным людям. Перед Богом все равны. То есть фактически поэтому... Перед Богом все равны. Это империя не строилась мирно. Здесь пролито очень много крови, порабощено много народов. До сих пор существуют отголоски расизма, и так далее, неприятия. Несмотря на то, что они сами завоевывали эти народы, в этом плане Россия тоже завоевывала империя, крупная. И это все история. Это все история. Но тем не менее, кажется мне, мое прошлое – это СССР. Я уезжала из СССР практически. 90-е годы – это еще... Подголосок был для контакта. То ощущение твоего места, в Большом доме СССР, твоего важного места, и где ты можешь получить то, что ты хочешь, в принципе. И то же самое в Великобритании. Но вот я... У меня смешанная кровь. Во мне есть... Вот, кстати говоря, про смешанную кровь. Ваши два великолепных сына, они кем себя больше ощущают? Говорят ли они на родном языке, скажем, черкесском, либо они говорят толком на британском? И на каком языке они думают? Они лучше говорят на русском оба. Наверное, это как-то... Я имею в виду, если сравнить с черкесским языком. Но лучше всего они говорят на английском языке, конечно. Значит, думают они уже на английском, по-прежнему. Они думают на английском языке, но у них очень большая любовь к России и, конечно, к адыгству. Вот сейчас сын читал совсем недавно Платона, да, на английском языке. И до этого я сколько раз ему рассказывала о доблести, очистик черкесской. Есть адгала, есть адгахабза. Это код такой рыцарский, сродни самурайским каким-то законам. Что бы я ни рассказывала, да, потому что мне очень важно передавать какую-то духовность. Вообще, чем больше народов, в чью культуру ты погружаешься, тем ты богаче. И я не собираюсь отнимать у своих детей то, что я сама знаю, я должна это передать. И до них, до него это как-то не доходило. А недавно, когда он читает Платона, мне говорит, мама, смотри, говорит, здесь отношение к чести, к обществу, да, к то, как Платон разделяет социальная честь, индивидуальная честь, достоинство, духовность. Мне кажется, это похоже на то, что ты рассказывала нам про Адвахамзе. Это вот черкесский свод законов, может быть, духовный. И мне это было приятно, потому что я думала, что он никогда ничего не слышит, но это оказывается где-то у него внутри. Откладывается на подкорке, да, в сердце. А, да, с Платоном. Люба, вот в этой связи, я хотел бы задать следующий вопрос. Понятно, что у вас команда целая, семья, и, ну, такой, действительно, очень титулный, очень признанный папа, отец вашего семейства, сыновья, можно сказать, аристократическое происхождение. Вот, какую миссию несет ваш фестиваль? Понятно, что вся команда вовлечена в деятельность этого фестиваля. Что вы хотите на выходе? Вы хотите скрепить дружбу наших народов в России и Британии? Или вы хотите как-то духовно обогатить и две етеннадцатые? Что вы поставили для себя как планку фестиваля? Я думаю, что это некоторое объяснение и некоторый диалог, разговор, двух миров. Вот те страны, которые находятся в Хомануарс, тоже, Великобритания, части Великобритании, западный мир через Великобританию и российский, русский мир через СССР, постпространство, да, и русскоговорящие вот все мы. Когда я поняла, что нет взаимопонимания, то прежде всего я решила это сделать через язык искусства. Это не только кино. Мы обмениваем классических музыкантов, у нас происходят литературные встречи. Мне нужно, чтобы разговаривали и создать вот такое единое культурное, духовное пространство. Но когда я говорю духовное, не нужно бояться и думать, что я ухожу в религию. Это никак не связано с религией, это с философией Выгодского связано, это с пониманием вот таких общеуниверсальных человеческих идеалов. Взаимопонимание происходит тогда, когда ты обмениваешь все самое разное через кино, языки кино, это очень большая сила. Вот недавно мой сын давал концерт, выступал в русском консольстве, он играл Чайковского. Вы понимаете, когда ты играешь Чайковского, интерпретация российского музыканта, величайшего по истории российского русского композитора. А ваш сын играл на каком-то на портепианах или на скрипке? На скрипке. На скрипке. Он, получается, по стопам папы пошел, да? Наверное, да. Я ни на каком инструменте не играю. Наверняка от папы. Но это, видите, как, это вот тот момент, который совершенно не требует никакой политики. мир покорен духовно. Вот она, величайшая русская культура, величайшая русская цивилизация, которая всегда была первой. Вот у меня в этой связи такой вопрос тоже такой проблемный, и он все-таки, знаете, из области какого-то, может быть, фантастики научной, но для меня важный по звучанию. Вот Британия, она консервативная страна, и это вызывает уважение, они очень чтут свои, так сказать, традиции, считают их божественными, и так далее, они чтут свою королеву, и все-таки монархия, пускай она такая декоративная монархия, консерционная такая, но тем не менее, она дает вот такую какую-то надежду, питает их, есть там икона стиля, скажем, королева мати, так далее. Вот как вам кажется, возможно ли в России возрождение вообще монархии, или, скажем, монархическая аристократическая культура, и насколько это вот востребовано в принципе цивилизационно сегодня, потому что мы понимаем, что мы когда-то вот, увы, подвергли гибельной такой пытке и, значит, казни нашего императора, но покаяния публичного еще не было у нас. Вот, я все-таки думаю, что у британцев как-то по-другому все, и можем ли мы у британцев вот рецепировать вот это их отношение к royal family, да, вот, к королевской семье, как некий такой пиетет? Было бы для нас благотворно, как вам кажется? Я думаю, что вряд ли в России будет это восстановлено, да, заново, но мирное сосуществование и взаимоуважение, оно обязательно нужно, и оно, мне кажется, существует. Насколько я понимаю, уже какие-то духовные ветви, какие-то духовное начало, культурные мероприятия происходят в России, в Москве от предков, доносятся до нас какие-то мотивы в лице их прапра внуков и какие-то награды, вот в том числе меня награждали дипломом за вклад в мировую культуру и так далее, от семьи Романовых какие-то вот такие мероприятия уже происходят, и мне кажется, к этому надо с уважением относиться. Для меня Россия, она важна, велика та Россия, которая с уважением относится ко всем народностям, и по моему опыту народы Северного Кавказа, они в общем испытали тяжелые вещи при царизме, и то уважение, которое они получили потом, получив право на образование, получив право на какую-то самореализацию такую, тоже культурную, образовательную, я не знаю, то это все-таки заслуга нового мира, и в этом смысле, конечно, я... То есть Советская империя дала такой старт возможностей для национальных культур и представителей диаспор, правильно? Советская культура, она не могла дать, потому что культура и цивилизация у этих народов была, она была неизвестна, так? Но что Советская культура сделала? Она позволила выйти им с этой культурой. Признание получило. И она признала, и она в общем начала поддерживать и делать из этого вот большой Советский Союз со всеми представленными культурами и так далее, и так далее, и так далее. Народ пишет на своем родном языке, есть свои университеты, реализуется определенная культурная программа, это заслуга все-таки советского нашего прошлого. Ну, понимаете, меня многие сейчас будут критиковать за это, но с другой стороны, какое, вот у всех есть ошибки, были сделаны, уроки должны быть извлечены из всего того, что происходило, но по факту, да, существование университетов, то, что язык сохранился, люди пишут на Северном Кавказе на своих родных языках, выходят эти книги. Да, безусловно, это уважение однозначно к культуре, это сохранение, да. Слушай, самих народов сейчас, Сергей, надо понимать, что они, если они реализовывают свои какие-то духовные потребности, это на духовные какие-то потребности, им никто не будет мешать, это в их руках, и не нужно, чтобы они кого-то винили, если что-то не происходит. Вот, поэтому мы в цивилизованном сейчас обществе находимся, когда мы можем об этом говорить, и спорить, обсуждать, дискутировать. спасибо, я с вами абсолютно согласен в этом, вы, как доктор филологических наук, заслуженные деятели искусства республики Адыгея, вообще получили очень много титулов, упомянули уже от семьи Романовых, в том числе, здорово, со стороны Британии, были, отмеченные неоднократно и многими совершенно разными наградами. Вот, я хотел бы такой вопрос вам задать, как доктор философии, доктору филологии. Мы сегодня говорим о духовной идентичности. Когда-то Бердяев, у него есть такая потрясающая фраза, что человеку для того, чтобы быть собой, нужно быть с кем-то другим, потому что другой является зеркалом тебя, ты можешь увидеть себя в другом. Но человеку для того, чтобы быть подлинным собой, этим другим должен быть Бог, потому что Господь только отражает наше подлинное Я, глубинное Я. И в этой связи у меня вопрос к вам, Люба. Вот, ваше восприятие Бога, для вас Бог это личность, либо это ближе, как в исламе, то есть, Аллах это какая-то сила такая, которая не имеет личностных характеристик. Вот, кто для вас есть Бог и понятие, которое вмещает в себя Бог? Спасибо огромное за этот вопрос. Я Бердяева очень уважаю и к вопросу Бога. Я должна здесь сказать одну вещь. Здесь мой багграунд очень понадобится. Во время Кавказской войны мой прадед, да, он русский офицер белый из имперской армии, а моя бабушка, она черкешенка. То есть, вот на этом стыке я, собственно говоря, поколение запоколили. вы реализовали диалог цивилизации в своих собственных генах, у вас диалог цивилизации в генах. Вы представляете, кто я? Да. То есть, для меня настолько понятно и эта культура, и эта культура, и я есть это соединение. Теперь, когда мы говорим о Боге и об идентичности, в моей семье не было жесткой привязанности к определенной религии. По двум причинам. Во-первых, каждый адыг чтит глубоко адыга хабза. Адыга хабза это то, чему нас учат. Что это такое? Это есть Бог внутренний, он нас видит. И когда ты остаешься сам с собой один, вот и в этот момент нельзя совершать и даже думать о чем-то плохом, потому что вот когда ты один сам с собой, вот ты есть Бог. А когда ты на людях, то Бог внутри тебя прячется, и поэтому нельзя его подводить. Все, что ты перед самим собой не сделаешь и не скажешь, нельзя при людях этого тоже допускать. Вот эта внутренняя культура адыгства и адыгала, которая через столетия дошла до нас, она каким-то образом закрепилась. И меня каким-то образом с молоком матери вот это мы получали. но с другой стороны христианство было очень близко, потому что во-первых наполовину русские корни славянские, и с другой стороны многие черкесы не все мусульмане, то соответственно в нашей семье происходило так. Моя бабушка говорила, тот, кто хочет принимать такую или иную религию, он собственно это должен и принимать. Поэтому нас никто ни к чему не обязывал. Мы были открыты, поэтому я ходила и в храм, и в мячеть, и в синагогу. Вот это мне кажется и есть духовная миссия вашего фестиваля в целом. Здесь вырисовывается вот этот диалог культуры, диалог цивилизации и поиск духовной идентичности через разные призмы божественного, потому что все религии это отражение общего щедрого такого месседжа, посыла Творца, который являет себя в разных ликах. В завершение хотелось бы такой вопрос задать о мечте больше, планка. Я знаю, что ваш фестиваль такой статусный были многие режиссеры велики. Кинг Киду, который я безумно люблю, южнокорейский режиссер, говорят, что он не только посещал, там даже плясал. Вот такая братская атмосфера фестивальная жизнь, она насыщенная культурными событиями, не только кино, но и также общение свободное. И закрытый такой Корей, сказал бы, который бы всегда ведет себя так несколько сторонен, как мне рассказывали, он у вас там расплясался, даже там растанцевался. Кого вы хотели бы пригласить на фестиваль? Вот если мы сегодня конструируем мечту, вот некий такой хедлайнер, икона стиля, кого из режиссеров вы хотели бы современных? Ну, понятно, что ваш супруг это эталон, но помимо вот если Мохи Контору из любого режиссера, но не существующего на земле, кого бы вы хотели пригласить к себе? Вы знаете, я хотела бы пригласить прежде всего Бога, который мне помогает создавать этот кинофестиваль. И моя мечта не в том, чтобы пригласить того или иного кинорежиссера. Моя мечта состоит в том, чтобы реализовать ту концепцию, которая заложена в создании этого кинофестиваля. Сейчас легко разговаривать с кинорежиссерами, потому что прошло пять лет, проведено семь кинофестивалей, три в Великобритании, четыре в России, три пресс-конференции были представлены на Роскино и Феллум-Юке на Каннском международном кинофестивале и множество разных кинофестивалей, не буду просто время отнимать. И о нас уже узнали и каждый. У меня еще не было такого, чтобы кинорежиссер не сказал мне «нет». Но реализация, это, конечно, поскольку я очень хочу двигать нашу реализацию, нашу культуру российскую, в которую я очень верю, то мне очень хотелось быть услышанной и поддержанной больше. Сейчас мы уже начали получать поддержку, и это спасибо большое русскому посольству, российскому посольству Великобритании, московское правительство и администрации города Сочи и светлый очень человек, сенатор Арсен Коноков от Кабарына Бакари. Но когда я говорю «мечта пригласить Бога», это, знаете, без этого, без этой энергетики кинофестиваль бы все равно не состоялся. Кроме этой драйв веры сумасшедшей ничего не было. И мы его создали, и у нас были, как вы говорите, Стивен Крирс и Микноуте и значит Кинки Дук и выдающиеся абсолютно другие... Запад и Восток, и Запад и Восток, и Север и Юг. Конечно. Вот на этой позитивной ноте, я бы даже сказал такой божественной ноте, которая прозвучала в нашем разговоре, мы хотели бы завершить сегодня. Уважаемые телезрители, дорогие друзья, пригласите Бога, пригласите Бога в сердце, пригласите в Его в проект, в главный проект, в проект вашей жизни. И тогда вы увидите, что чудеса возможны. Наверное, главный из этих чудес это та любовь, которая помогает нам совершать такие великие поступки, как это делает Люба Блакова. Недаром ваше имя, кстати, Люба как раз коррелирует со словом любовь. Поэтому на волне любви и вот с этим посылом спасибо огромное будем приглашать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова